Валентина Пруткина Актрисы областного театра Часто гастроли по области, сельские клубы и спектакли, которые начинались после того, как в колхозе заканчивалась вечерняя дойка Тогда часто приходилось играть при лампах, свет или какой-нибудь движок подгонят, включили его, вертится, потом перерыв, потому что отключили Ну это было так, ездили мы иногда даже на открытых машинах, застревали, дороги были плохие, толкали эти машины Вскоре на базе областного театра был создан ТЮЗ, и Людмила Пруткина, не поменяв сцены, стала его актрисой Тогда, в 60-е, во время Хрущевской оттепели, театр юного зрителя был в передовой шеренге, смело утверждал свободное творческое начало в искусстве Так писали советские газеты Главным режиссером театра был талантливый человек Леонид Хаид Каждая премьера – событие в городе, и как результат – полные кассовые сборы и знаменитые «Нет ли лишнего билетика» Самым значительным тогда был спектакль «Последние письма» В нем одной из ведущих ролей играла Валентина Пруткина Из писем, которые писали перед своей гибелью солдаты, узники тюрем, концлагерей, Зиновьем Сагаловым, была создана пьеса И впервые поставлена на сцене Харьковского тюза На каждом спектакле начальство было все выше и выше И спектакль запретили Почему? Ну, знаете, вот сейчас, кажется, ну почему запретили? Ну, например, там проводили такие аналогии, что у нас одна коммунистическая партия И в Германии была одна партия И об этом говорили Потом там была сцена, она называлась «Атака» Показано было, как наши отступали Значит, выступали какое-то начальство и говорили, что вы показываете, вот поражение Спектакль прошел 11 раз и был снят с репертуара Режиссеру предложили его переделать Но Хаид не стал Ушел из театра, а через год Телевизионная версия спектакля В исполнении московских артистов Прошла по центральному телевидению Как говорит Людмила Пруткина Этот спектакль стал самым ярким впечатлением От ее работы в театре Конечно, потом были еще роли В театре и на телевидении Сотним маленьких зрителей и взрослым Запомнились образы, созданные Валентиной Пруткиной А переиграть довелось Чуть ли не всю классику Если бы молодость вернуть мне вновь Я не помню, кто это Я многое бы мне не повторила Я не помню, кто это сказал А я сказала, что я бы сделала все точно так же Я никак не жалею Детский театр для Людмилы Валентиновны Стал призванием Делом ее жизни Людмила Пруткина говорит Что если бы ей предложили работу во взрослом театре Она бы не согласилась Елена Григорьева, Александр Смирнов, Владимир Успенский Постфактум Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова